Хэй, ребят! Всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами и ответить на вопрос, часто задаваемый, о том, каким же уровнем английского языка нужно владеть, чтобы приехать в Китай и жить здесь без проблем. Расскажу вам две немножко ситуации, по которым, я надеюсь, вы поймёте. В первый раз, когда я приехала в Китай, в Харбин, в более провинциальный город, по-английски не говорил никто ни в отеле, ни на ресепшене в нашем общежитии, ни какие-то прохожие, вообще никто, ни в магазинах. По-английски говорили только наши учителя, и то далеко не все, и, ну, в среднее очень. Если вы переживаете о том, что вы будете не понимать, не переживайте. Если вы знаете какие-то базовые слова, типа, привет, пока, вниз, напишите, вверх, не знаю, что-то такое, что может помочь вам на уроке, то у вас всё будет хорошо. Конечно же, английский вам в любом случае нужен, и его учат как китайцы в вузах, так и все. Естественно, вам нужен какой-то уровень, но если вы переживаете, если вы отвергаете поездку в Китай, и потому что у вас какой-то недостаточный уровень, не делайте этого. А вторая история, я приехала сюда, в Тинзене, в более такой цивилизованный город. Здесь, в принципе, ситуация не очень изменилась, по-английски также не говорят в отеле, и не говорят прохожие, возможно, но всё-таки всё равно с этим лучше. Вы можете встретить людей, которые говорят на этом языке, где-то в магазинах, допустим, продавцы, бывают, часто говорят на английском. И, в принципе, чтобы жить здесь, английский вам поможет в том плане, что вы только приехали, вы не знаете китайского языка, и, возможно, какие-то студенты говорят по-английски, то есть по-русски вряд ли будет кто-то говорить по-английски, могут говорить студенты, могут говорить какие-то учителя, какие-то прохожие, которые вам могут помочь. Так что всё равно базовый уровень нужен. Но если у вас не адванс, не переживайте, адванс-то тут мало у кого, адванс-то мало у кого есть. Поэтому всё у вас будет хорошо, и просто учите его потихоньку сами, это очень классный язык, не забывайте его. И вот это всё, что я вам хотела рассказать. Надеюсь, вы меня поняли. Спасибо за просмотр. Всем удачи, пока-пока.